Девушки отдыхают 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 У меня была одна знакомая девочка, библиотекарка, и она не пускала лазить самому по книжкам вверх этих вещах. Не так, как так. Заходишь в доме и ты говоришь, что тебе нужно? Да, звідки я знаю, что мне нужно? Мне нужно было много книжек, я их сам себе выбрал. Ясно, что книжка не так читает книжки, как обычный, потому что там есть какие-то элементы, которые убивают живое читание, на жаль. Там завжди, как я иногда говорю, я оцю книжку представлю со школьным интересом. Я там выберу какие-то титаны, я думаю про какие-то сюжеты. И сейчас это не позволяю отчути всю насолоду от текста, зачарование текстом. Паня Иосанна, я могу себе это позволить. А вот этот профессиональный филолог ему уже важче. Ему уже важче. Хотя я пытался не читать зайвих книжек. И своим студентам я не рад же читать зайвих книжок, потому что книжок много. Ну, это же... Когда мы сидели в отделе старого друга с моим знакомым Юрием Мусиевским и смотрели на ряды, в довжелезные ряды книжок. И мы подумали, господи, сколько можно прочитать из-за этого. Семи миллионов книжок, которые есть в этой библиотеке, я имею в виду, сколько можно прочитать за життя? Да, очень мало. И надо выбирать, что читать. То есть, не потонуть в этом уровне информации, надо читать классные книжки. И наши знания помогают в том, чтобы понимать, где книжки классные, где-то уже. Просто... Чем отличается обычный читатель от профессионального читателя? Тем, что у профессионального читателя трошки сложнее вложить материнку. И все. Не больше. Все наши злодицы, то просто трошки сложнее. Мы просто больше читаемых книжок и пытаемся думать о том, что это не за помощью обычных, простых элементарных ассоциаций, а с этносферными правилами. С этносферными правилами я, например, тут, ну, предсвечусь о том, что такое механическое пристосование всяких, а поскольку цикавых методик, новых методик, до певного материала, вообще ничего не дает. Мы должны умеете працювать и с профессиональными филологами. Мы должны умеете працювать с книжками так, как, спокойно, когда мы працювали профессиональные филологи, так, как было у нас в золотые часы украинской филологии. Я вот, скажем, от тех самых задних, так сказать, 20-х роков. Там была племена просто фантастичных людей, про которых, ну, про людей того формата сегодня не важно найти. В Украине их очень-очень не ясно. Собто, вот эти 9 лет, что мы называем Акринский Ренессанс, это что-то такое, и это и Харьков, между прочим. Это что-то такое, чьи утро не могу понять и до сих пор. Это что-то такое, которым я говорю, это что-то такое, что-то такое. Ну, я говорю, за адрес, что делать? Приездить до нас, будем разом рухать вперед стримко украинскую филологию. Вот так вот. Вот это плодичитание, плодичитание, это тот, я что-то еще раз говорю, это варіація на тему. Может, оно и генеально, что украинского филолога и философа минулого столетия, Бедра Ивановича Чижевського, который как-то так того сегодня идет в Украине, может, потому что его книжки, не такие попсовые книжки, как, скажем так, историю этой книжки лінатуры, або же это попса, перепрошу. То есть это самый популярный лінатур, а попробовать читать его обычные, нормальные академические тексти. Вот там, вот там, с одного боку, их читать сложно, а с другой боку, если уже их прочитали и осягнули, ну, это просто что-то невероятно, это просто что-то невероятно. Дмитрий Чижевський, Юрий Шевельов, он хорошо знал один одного. Еще там есть несколько людей, которые мы можем обращаться в людей того столетия, того столетия. Но мне нужно попробовать как-то. Ну, смотрите, я закончил университет в 82-м году, а первая книжка появилась в 93-м году. Что я делаю в эти 10 лет? Я пробовал писать так, чтобы и покладешь свой текст с текстом Чижевського, про сковороду, чтобы не было потом соромно, трошки. Не знаю, нисколько. Принайменно, когда сегодня мне такое делают, какие-то там комплименты, они говорят, что это что-то больше, чем Чижевський. Кто-то там Иван не пригодит, кто-то сказал из американского богослуга. Ну и для меня это просто бальзам. Все тут там. Я понимаю, что это комплимент. Но это очень приятно. Это наша семья разговора. Я же как это утверждаю на тему Дмитрия Чижевського. А что вы еще говорили? Я прочитала эту книжку. Это почему я еще раз ее читал? Это потому, что у меня проблемы с памятью. Что старее стаешь, то больше проблем. А потому что после написания этой книжки, не было еще об авторе всего интересного. Это же не остальная моя книжка. Пусть остальная. Ну, остальная в каком смысле? В том смысле, что я взял два дня в том, вот я взял книжку с такой провокативной названием «Реализм – это исхотовая». Панасу Нерный. Еще один забытый автор у нашей керетучей республики. То есть за часы Нерный Украины про Банаса Нерного написал «Нерный». А за часы украинского ренессанса, от тех самых заданных Оксаной 20-х годов, была сильная мощь публикации Банаса Нерного. И это тоже свидетельство того, что наша группа не так ярко, как украинский ренессанс 20-х годов. Это так же, как у Нерного Харькова за три года построили Держпром – символ украинского урбанизма. И 20 лет они не могут его демонтировать. Это вот моя дея. Это наша группа. Панаса, скажите. А вы знаете, у меня даже пока Пан Леонід говорила, у меня несколько раз был такой порыв вступить с какой-то репликой и покинуть свои 2 центов. Что касается того, что 20-е годы за три года построили, а теперь 20-е годы не могут его ремонтировать. Ну, слушайте, пане Леониде, так за тих 9 лет украинского ренессанса было заплатено 3-мя годами кривалої страшной войны 1918-1920. И сам Юрию Владимировичу Шевельеву належит гипотеза, что еще не принята, что целое это отроджение 20-е годы было Петлюревским отроджением. Это была культура, создана людьми, которые перед тем, за ней три года воювали. В гетьманских шликах, под прапорами ОНР. И это были люди, которые отвоювали эту культуру. А в 1991 году нам вот так вот, знаете, впала независимость, из которой мы не знаем, что делать, а то, что падает само собой, вот так, как просто цей уже перегнилий плит в руках, это, соответственно, и не цянуется. Так что все зависит от внутреннего пассивонарного заряда тех, кто эту культуру творит. Но, вертаючись до вопроса плодил читания и профессионального читания, так, пока он говорил, я подумала себе, что действительно так, нас объединяет то, что мы обои профессиональные читатели, но все-таки из разных, ну что так скажу, из разных секторов обстрелу, из разных шансов, из разных кутей взору. Значит, чтобы, навязываясь до Чижевского, я згадала, Юрий Владимирович, он рассказывал, и это такой популярный у Гарвардии, был про него анекдот. Ну, это не анекдот, это Бувальщина, когда он работал в те годы, когда он был у Гарвардии, он там был очень не счастливый. Вот ему там очень не понравилось, он, в конце концов, европейц был по духу и по культуре, он, в конце концов, вернулся в Европу, в природное соблюдение и академическое средство. Еще один раз его замкнули в библиотеке у Гарвардии Вайденера, просто он не слышал звонка, которым сообщают о закрытии, и не похопился на выход, читался, и остался на ночь у Гарвардии Вайденера. То есть просто мусил провести целую ночь в библиотеке. И после этого он рассказал, что ночами у Гарвардии Вайденера действуют черты. Что делают черты в библиотеке? Они переставляют книжки с места на место, с неправильных мест на неправильные, чтобы заплутать читателя. И при этом он говорит по-украински. Я считаю, что это чайно. Это кошмар филолога. Можно представить, что такое Гарвардская Вайденера. Шесть поверхов угору, шесть поверхов вниз. Это ужасные лабиринты, катакомби, когда все книги всего света собраны до пупы. И ты губишься. Чтобы потрапить на свой потребный сектор, там нужно пройти отстань, как по Киеву, обойти Киев по окружной пешке. И даже этот бедолажный старенький ученик, который на ночь там опинился, вот який страшный кошмар филолога, когда книжки стоят не на своих местах. Это точка филолога, и это подход филолога. Это, что вы проилуструировали. То есть вы видите, как, скажем, ботаник. Вы видите квитку, и вы знаете, до какой группы и до какого класса она належит. На какой полиции она должна стоять. И я тут могу повинниться вообще перед целым вашим племенем, потому что я знаю случай, который мне особо известен. Я избавилась от принаймні одного професійного филолога, правда не в Украине, а в Польщі. Випадок показовый, мне это польский видавец переселал, это был запис на блогове, читачки моей «Сестры, сестры» или «Батань тереновы над украинским сексом». Ну, одним словом, я боюсь из моих книжок в польском перекладе. Девчинка-студентка филологии взяла читати за бушкою и в розпачі написала такой прекрасный пост на блозе, что «Холера, я только два года на филологии, и я уже разучилась отримать безусловно на свободу от читания. Я читаю за бушкою, и я думаю, и в голове в голове клацае, так, гоголь, интертекстуальность, ось ця самая алгебра, которую филологи учат, побирать гармонию, для того, чтобы склассифицировать и поставить книжку на необходимое место. Иде этот разбир и аналитика. В результате эта девочка таки покинула свой филфак. Так что, я не знаю, думаю, что она бы его покинула и без Оксани Забушко, очевидно, но, принаймні, это очень показовая реакция вот этого человека, которая пошла на филологию с любви до читания, и которая понимала, что это немного другая профессия, а не ловить кайф от этого читания, просто насолоджаться книжками, это работать с текстом, уметь работать с текстом. А вы хотите перебить, или потом скажите? Я хотел уточнить одну речь, что доставление до книжок. Ну, что доставление Чижевского до Чорта, это особливая разговора, там я в них была роспись, тут много пикантных вещей, а что доставление Чижевского до книжок, он выписывал через библиотеку у Университетского в Немечении уже был, потому что в Гарвардии ничего не было читать. Он говорит, что мать ты моя, я зашел в библиотеку в Гарвардии, он говорит, что покажите мне украинскую историю. И они мне вынесли кобзар в русской языке. И студента мне очень не понравилось, он сказал, что там деревьян. Ну, он там не так сказал, экспрессивнее. А вот как он выписал книжки. Выписал из Швеции книжку, приходит ему книжка. Через год шведский библиотек, лекарство, Дмитрий Иванович, пора книжку повернуть. Он говорит, что не повернул. Он говорит, что эту книжку никто в мире, кроме меня, не понимает. И он не повернул. У него урана библиотека, потом ему удалось тикать от советских войск, и библиотека осталась без библиотекса. Для него началась просто втрата, до конца життя не мог. Он не мог и сопи, и другим подаривать, что он остался без своих книжок, который и в таком его прямо на спосы, в оригинале отбирал из всего света. А я все-таки в команде с этой студенткой третьего курса филологии, который не понравилось читать за бушку, думая, где тут Гоголь, где тут интертекстуальность, где тут процитовано те, где тут ПЛИТО, и так далее. И так далее. Письменник, безусловно, является так же профессиональным читателем. 100% профессиональным читателем. И тут уже, знаете, как Ахматова говорила, что когда пишешь роман, то как матерь, которая водит грудью, надо есть все. надо читать, и помогает больше. Себто, письменник читает с немного другим установкой. Письменник читает с точки зрения, я бы так сказала, филолог читает текст, письменник читает автор. Письменник читает крізь текст, зсередине, бачачи, відчуваючи, и понимая, как это делается. Ну, вот так, где-то, как знаете, я не знаю, как бы футболист спостерегал за грою своих коллег, бачачи все помилки про рахунки и удачи. И это читание крізь текст, когда, ну, 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 давай, а молодец, а классно, а классно, а зервался, ага, а, продешевил, а, хочет сподобаться. И ты бачишь все эти ходи, от яких нормальный читач, который просто ловит кайф от тексту, как такого, ты бачишь, всередине все эти ходи, и ты действительно співпереживаешь ему, потому что есть ощущение, знаете, есть ощущение проективной эмпатии. Вот, когда ты понимаешь, как человек работает, и ты дивишься, витягнет он эту штангу или не витягнет. И, соответственно, это дает свои плюсы, в том числе, знаете, в очень прагматичном сенсе, когда ты, ты чувствуешь рух думки за текстом, крізь тексту, ты чувствуешь вот это живое битие, вот этот живый пульс, вот ее и сутности, между прочим, это касается и живых, и мертвых так же, это касается и классиков так же, почему у каждого письменника это всегда интимные отношения с национальной классикой, почему каждое поколение в литературе, оно на новое перечитает классику, и на новое, как говорил Ролянбард, она перекладает ее на свою мову, на мову сегодняшнего дня. То есть это всегда, ты постоянно перебываешь у внутреннего диалога, через читание, ты постоянно перебываешь у внутреннего диалога с десятками и сотнями авторами живых и мертвых, и, в частности, это даёт какие-то навыки, вот такое вот профессионное читание, оно даёт какие-то навыки очень практичные, как вам сказать, ну те, чого навчают, скажемо, в школах спецслужб, в розвитшколах, и все одно никогда не достигают такого результату. Ты бачишь, если ты бачишь крізь текст автора, то и тут один секрет, великий секрет читания. Каждый, кто говорит, всегда проговоряется. Как говорил Уолт Уитмен, если вы любите, что вы под час обеду у вас за спиной стоял Лакея и с серветкой, то это будет чути из того, что вы пишете. Это будет видно из того, что вы пишете. И вот тут уже фокус, понимаете, потому что это отчути и побачить, вот на то справедливо треба, коллеги по перу, на то справедливо треба письменника, который от того самого от Лакея с серветкой слышит. То есть который вырахует. И тут уже я вступаю, значит, тут уже я виходжу проти, скажем, загону филологов, и когда я читаю какого-нибудь такого Эдварда Кинана и, значит, в унисон с ним спевающего Горобовича про то, что слово по поводу Игоря это не оригинальный текст, а это подробно 18-го столеття. Я не филолог. Мне не потребно текстового анализу. Но я, читаючи это, я не чувствую ничего, кроме позову до абсолютно истеричного смеха. Потому что люди добрые. Как же вы не бачите? Как же вы не чувствуете? Мне даже не нужно читать там контраргументы, не нужно читать всех доказов при ЦК, который доводил даже Ибрахову, автора, Владислав Кормильчич или кто там еще. Я просто бачу этот текст, я чувствую этот текст, как певный, знаете, как бывает аура люди. Я бачу певное светляное поле в налетках от сторонних втручань. Это писала реально одна живая и очень талановитая человек, которая ни в каком разе не была филологом, переписчиком, еще там ким-нибудь. Это писал действительно метец художник слова, и там купа чужих втручань. Я бачу, где есть целесное и единственное авторское начало, и я бачу на нем втручание втручание, как чужого тексту. Дуже много можно сказать про человека из того, как она говорит, и здесь еще один момент, я думаю, в способах читания, который, я думаю, объединяет нас с паном Леонидом как представителей одного поколения. Все, что сегодня чуют порядком ностальгийных зиткань, скажем, молодшая генерация про то, как хорошо читали в СРСР, какая там была читающая нация, какими все были чудовыми читачами. Я могу сказать, что не верьте, читачами, и это вообще окремая тема, но одной штуки авторитаризм интеллигенцию принаймні тех, которые учились в 70-80-е годы, таки навчали. Это это страны, где не было информации, где не было свободы слова, где нужно поливать за информацией. и мы все проходили студентские годы, даже ранее, как студентские годы, мы все проходили вишки на эзотовую мову, сучасную эзотовую это все были очень знаковыми вещами. Эти фрейдовские обмолки, это все тоже часть филологической культуры. Когда сказано так, а не так, то за этим будут какие-то значения для целой страны, после официальной прессы, слушали меня западные голосы. Значит, нибудь информация, один способ дать информацию официальной, другая хвиля информации западных голосов, сложившись это все докупи, можно было отримать более-менее адекватную картину того, что действовали в мире и в стране. Это есть российская культура читания. Принаймні, та, которую было прогрессивно говорили, думающая либеральная интеллигенция. И эти навыки, представители старшего поколения знают, про что я говорю, молодые это важно взять это на заметку, потому что это культура читания, которая очень помогает в сегодняшнем постинформационном мире, где уже все кричат, где информации столько, что до вас долетает, только то, что ручнее крикнет, где зориентовать, это не только Украины, это не только Украинское информационное поле, где зориентовать в том, суцильном информационном тумане, густом, шумном и голосливом, это нормальному человеку все важнее и важнее. Соответственно, способами маніпулировать появляется все больше и больше. То есть возможность я это все до чего? До того, что умение уважно читать, умение, вот эта самая заникающая традиция уважної работы с текстом, абсолютно насущная для збережения притомности, для защиты своей персональной территории в современном мире и просто для ментального, душевного, всякого иншого желания.